здравствуйте с вами снова александр и сегодня я хочу рассказать вам о новиночке от компании oyster модель называется очень просто oyster 2 это такое логическое продолжение модели oyster zero потому что то была такая классическая книжка прогулочка и в модельном ряду явно не хватало что то с реверсивным блоком что-то более такое дорогое премиальное и как раз oyster 2 мне кажется у них в этом плане получился хорошо так что смотрите как он выглядит сегодня мы его с вами и изучим так а 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 Прежде чем начать рассказ о коляске, в двух словах технические характеристики. Сама коляска весит около 11 килограмм, детей в ней возить можно с полугода и до 15 килограмм веса ребенка. Это вот такие короткие характеристики, а точные характеристики в сантиметрах, там все-все полное-полное описание, я добавлю в описании к этому видео, чтобы не затягивать этот ролик надолго, пройдите, почитайте, там полнейшая информация будет. Так, что она себя представляет? Это классическая прогулочная коляска с реверсивным блоком. Изучение, как обычно, мы начнем с вами сверху вниз. Начнем с ручки. Ручка, как вообще и в предыдущей модели, здесь обита эко-кожей, очень приятная на ощупь ручка, на самом деле, без вопросов. Она регулируется по высоте, и что мне понравилось, она такая, достаточно качественная, и даже когда регулируешь по высоте, вот эти щелчки, они как будто их там пытались приглушить этот звук, они какие-то даже приятные такие, аккуратные. Бывает так, щелк-щелк там, какие-то визгами. Здесь вот приятные такие тихие щелчки. Это вот, мне кажется, такой показатель качества. Ну, мое личное мнение, кому-то это вообще без разницы. Ну, вот мое мнение. Так, что касается козырька. Изначально козырек, он не кокущий, просто малюсенький. Вот, смотрите. Это не козырек, это так, название. Но, сами видели, расстегнул и получаем, в принципе, достаточно большой козырек. Вот оно, решение проблемы. Здесь вот средняя секция, она очень большая. Получается, в принципе, если сверху смотреть, с ногами ребенка закрывает. Этого достаточно. Есть смотровое окошечко с пленочкой. Единственное, здесь липучка. Лучше бы взяли магнитики. Это вот, действительно, уже премиально было бы. Так, что касается ткани. Здесь ткань, как и войст и резерву. Это что-то типа такой очень плотной джинсы и достаточно приятный на ощупь. Качеству ткани у меня вообще, в принципе, претензий никаких нет. Так, давайте сразу посмотрим, как она опускается. Спиночка. Здесь, кстати, жесткий каркас. Это не материал натянутый, а полноценный жесткий каркас. Все опускаем. Все очень просто. Так, давайте теперь с вами изучим само сидение. Убираем. Так, и смотрите, здесь, когда я ее собирал, здесь, получается, в комплекте идут вот эти вот матрасик. Один, матрасик второй под голову сразу же идет в комплекте. И что один, что второй может демонтироваться отсюда. Поэтому здесь, в принципе, достаточно мягко, но хотелось бы помягче. Чуть-чуть жестковато, мне кажется, колясочкам. Так, что касается безопасности. Классические пятиточечные ремни, мягкие накладки везде, и на паховой, и на плечевой зоне. Бампер. Соответственно, он тоже обтянут этой эко-кожей, с прострочечкой. Все нарядно, все красиво. Ну и, соответственно, классическая подножка тоже присутствует, регулируемая. Ну и, соответственно, подножка на самой раме тоже, конечно же, есть. Колеса, само собой, блокируются. Для плохой дороги, без проблем. Сами колеса, кстати, здесь не надувные. Это полиуретан. И спереди, и сзади. Что касается амортизации. Вот, смотрите, она тут есть, но она такая, знаете, упругая. Я назвать не могу, чтобы она там прям была мягкая-мягкая. Вот, смотрите, что сзади. Да, она есть, но очень упругая амортизация. Вот. Багажник, соответственно, тоже достаточно большой. Спинки, точнее говоря, стенки багажника, они, вот смотрите, они до самой рамы и очень высокие. Поэтому можно что-то положить большой, вываливаться не будет. И доступ, соответственно, даже когда мы опускаем, он сохраняется. Очень удобно. Ну, реально, классно регулируется вообще. Классно. Так, что касается тормоза. Тормоз классический. Сверху мы нажимаем, блокируем. Сверху же нажимаем, разблокируем. Не нужно ничего ковырять. Ну, как классический. Классный. Классный. Обычно бывает классический, как я называю это, надавил и ковыряешь обратной стороной обуви. Это неудобно. Кстати, здесь мне нравится система реализована снятия колес. Очень удобно. Нажимаем кнопочку, вбок вытаскиваем. Это удобно, когда летите куда-то, сняли, быстро бросили, чтобы вам их не поломали. Или в багажнике места мало. Раз, и сняли. Очень удобно. Так, теперь давайте посмотрим, как здесь меняет направление блок. Блок, вот вы видите, как он выглядит. Весь в хроме, такой нарядный. Соответственно, вот. Переставляем. И пока ребенок совсем маленький, полугодовалый, пожалуйста себе, можете ездить и смотреть на ребенка. Не все дети готовы в полгода переворачиваться по ходу движения и спокойно при этом гулять. Многие дети, им нужна мама достаточно долго, они плачут. Поэтому в таком случае это будет очень полезно для прогулок с ребенком. Так, теперь давайте посмотрим, как она складывается. По идее, ее можно сложить вместе с прогулочным блоком. Если мы... Давайте сейчас я вам все варианты покажу, чтобы потом люди не думали, что я там что-то не показал. Убираем вот так. Вот один вариант. Соответственно, второй вариант будет то же самое, только если мы... Вот. Повернем сюда блок. Этот блок, чтобы было покомпактнее, лучше перевернуть вот так. Если сейчас снять отсюда бампер, он еще чуть-чуть больше наклонится. В этом плане чуть-чуть будет покомпактнее. Но на самом деле, все равно я всегда рекомендую снимать. Вот вы видите, да, он уперся. Если я сейчас, давайте сразу сниму бампер. Бампер так туго снимается. Вот. Особо компактнее не стало. Поэтому я всегда рекомендую блок снимать, отдельно сложить раму и сверху положить блок. Так всегда намного компактнее получается. Смотрите, как это выглядит. В принципе, все, что хотел рассказать про колясочку, рассказал. В двух словах мое мнение. Во-первых, по поводу внешнего вида. Есть люди, которые терпеть не могут хром. На машинах его убирают там везде. Это цыганщина, кажется. Кто-то, наоборот, очень любит. Но здесь хрома навалом. Она вся хромирована. В принципе, в коляске это смотрится достаточно интересно. В сочетании с коричневой эко-кожей смотрится так нарядно, достаточно богато. Вот. Поэтому по дизайну, я думаю, любителей у нее много. По функционалу, в принципе, классическая коляска подобная.